Всем привет, ребята! Сегодня случайно нашел у себя в шкафу старые запасы шариков Orbeez, причем огромных шариков Orbeez, которые когда-то заказывал на сайте AliExpress. Смотрите, вот их тут несколько видов. Во-первых, это вот такие вот шарики, но это они еще не выросли. Но смотрите, какие они уже огромные. Можете представить, какие они будут, когда вырастут. Причем эти шарики, они мягенькие. Это один вид шариков. А вот второй вид шариков, это тоже огромные шарики Orbeez, но они твердые. Они как будто из пластика, но они тоже должны вырасти. И вот мне интересно, какие из них станут в итоге больше, которые твердые или которые мягкие. А также, смотрите, это не совсем шарики, это, я бы сказал, кубики. Кубики из гидрогеля. То есть, когда они вырастут, то, наверное, будут такие, знаете, как кубической формой такие желеобразные кристаллы. Я никогда их раньше не выращивал, и сейчас мы это сделаем. А после того, как мы их вырастим, мы что-то с ними поэкспериментируем, как-то их поуничтожаем, поразрезаем и так далее. Итак, я подготовил три вот такие вот большие миски. И сюда мы сейчас сложим. Значит, во-первых, возьмем вот эти мягкие шарики и высыпем их вот сюда в первую мисочку. Все-все до единого. Есть. Во вторую миску высыпаем вот эти вот твердые шарики. И в третью сложим вот эти кубики. Я не знаю, как их правильно назвать. Кубики Orbeez. И теперь зальем водой все три миски. Ну и теперь нам останется только подождать, когда это все начнет расти, подрастать, и мы увидим, что из этого получится. Ой, оно уже такое стало скользкое, уже начало впитывать воду. Класс, ждем. Я поставил камеру в режим таймлапс и снимал целый час. И прямо на глазах видно, как они растут. И вот, ребята, смотрите, прошел час, они стали такие как будто бы расфокусированные, как будто бы какие-то такие пушистенькие. Да, это все, их поверхность, она стала, смотрите, какой такой вот неровненькой, как будто какие-то ягодки. Класс, правда? Дело в том, что эти орбизы, они растут неравномерно, они как бы набухают, но местами, и поэтому такие вот они неровненькие. Потом они выровняются, как шарики, знаете, надуются и станут ровные. Посмотрите, реально похожи на какие-то ягодки. Класс, правда? Так и хочется съесть. Но им еще расти и расти. Так, а давайте посмотрим, что случилось с вот этими кубиками. Посмотрите, они как будто бы... Смотрите, класс, те, которые бесцветные, они просто как будто невидимые. Оп, и практически исчезли. Класс, они растут. Смотрите, похоже на какое-то желе. Посмотрим, что будет дальше. О, давайте глянем еще на вот эти вот твердые шарики орбизы. Что с ними произошло? Желтые, я смотрю, выросли больше всех. Но, кстати, с виду очень похожи на вот эти. Практически не видно разницы. Смотрите, они выровнялись. Интересно, что будет в конце, какие будут больше. Ну что же, я оставлю это все на ночь, и завтра утром мы продолжим. Посмотрим, какие они станут. Итак, ребята, прошла ночь. Я вернулся. И посмотрите, что произошло с моими орбизами. Но они до конца еще не выросли. Давайте посмотрим поближе, на что они похожи. Смотрите, они как будто такие булочки, сжавшиеся немного, не развернулись. Они должны еще расправиться и стать больше. Смотрите, какие они вот. Что зеленые, что желтые, они вот похожи на какой-то такой мини-мозг. Не до конца еще развернулись. Так, это, которые были твердые у нас орбизы. Вот это, которые были мягкие. Ну, вы знаете, они даже поменьше. Хотя они тоже, смотрите, еще не развернулись. Они вот такие вот немножко скомканные, смешные. То есть прошла ночь. Я думаю, еще нужно время подождать. Кстати, посмотрите, больше всего выросли вот эти вот кубические. Посмотрите, они заняли просто всю миску, выпили всю абсолютно воду. Посмотрите, на что они похожи. Какие-то как будто кубики льда. Класс, ребята. Офигеть. Лед, как будто лед, но не холодный. Вот это да. Класс. Они лучше всего выросли. Причем они такие вот еле-еле стали голубенькие, а были такие темные, помните? Класс. Ну, я думаю, нужно долить еще воды. Причем я решил долить воды из чайника. Теплой такой водички, не горячей. Мне кажется, в теплой воде они будут расти гораздо быстрее. Так, сюда дольем. Ну, и сюда тоже. Может быть, они еще больше вырастут. Может быть, им мало воды. Они вообще станут огромными. Оставляем еще на полдня и посмотрим. Ну, что ж, ребята, прошло еще пару часов. Мне кажется, шарики немного подросли, но все равно некоторые из них не развернулись еще до конца и стали не идеально круглые. Особенно это хорошо заметно вот здесь. Смотрите, они вот такие вот с вмятинками. Я не знаю, раскроются они, станут ли они идеально круглыми или нет. Я уже просто не могу ждать. Класс, ребята. Но больше всего мне понравились вот эти вот кусочки гидрогеля, которые похожи на кубики льда. Вы только посмотрите, какие они классные. Как они переливаются. Какой звук, как приятно. Это просто антистресс. Класс, лед, просто лед. А еще, смотрите, можно взять стакан и набросать сюда этих кубических орбизов. Полный-полный стакан. И получается с виду это выглядит, как будто колотый лед в стакане. Посмотрите, как круто. Как будто кристаллы льда. Правда? Вот это класс. Просто антистресс для глаз. А давайте возьмем еще один стакан и сюда уже забросаем шарообразных орбизов. Тоже полный стакан. Посмотрите, это тоже очень-очень круто выглядит. Класс. Больше всего мне нравятся именно прозрачные орбизы. А теперь давайте возьмем емкость побольше и соберем сюда вместе и шарики, и вот эти кубики орбизы. А теперь возьмем воду и зальем доверху водой. Посмотрите, происходит как будто волшебство. Они исчезают. Сейчас пузырьки воздуха поднимутся, и все, смотрите, как будто просто емкость с водой прозрачная. Но на самом деле там есть внутри эти орбизы просто их плотность примерно равна плотности воды, и они становятся прозрачные. Просто невидимые. Достаем, и смотрите, вот они есть. Но когда бросаю обратно в воду, они исчезают. Просто какая-то магия. И знаете, что еще, ребята, когда я держу в руках вот такой вот шарик орбиз, у меня есть непреодолимое желание, знаете, что сделать? Сжать его и раздавить. Вот таким вот образом. И знаете, что я хочу сейчас сделать? Я хочу попробовать поуничтожать эти шарики орбиз при помощи кухонных гаджетов. Я буду использовать вот такую вот резалку, также вот такой вот фигурный нож, яйцерезку и вот эту огромную давилку для картошки. Погнали! Итак, первая будет вот эта вот резалка. Итак, берем орбиз, кладем сюда, и посмотрите, как это круто выглядит. Разрезает просто на вот такие вот штуковины. Класс! Давайте вот эту вот штуку. Вау! Офигеть! Еще желтенькую. Да, это просто бомба! Далее берем яйцерезку, выберем какой-то побольше, вот такой вот прозрачный орбиз. Кладем его сюда. И я хочу показать вам покрупнее, как это выглядит. Вау! Просто разрезает его на такие кусочки. Класс! Давайте оранженький. Вау! Просто супер! Теперь вот этот вот фиолетовенький. Вау! Ха-ха-ха! Блин, это просто залипательный какой-то антистресс. Класс! Теперь возьмем вот этот вот фигурный нож. Поставим сразу три орбиза и одним движением. Вау! Вау! Класс! Я не могу остановиться! Давайте вот этот вот большой, большой разрежем. Смотрите, как нож прорезает. Офигеть! Ну и теперь вот эта вот штука. Монстр по уничтожению орбизов. Давайте наберем вот эти шарики. Мне больше нравится их уничтожать. Насыпем полный, полный этот ковшик. Вот так вот. И теперь будем придавливать. Ой, что сейчас получится? А-а-а! А-а-а! Вы видели? Это жесть! Класс! Вау! Ребята, смотрите, что у меня получилось. Это как этот наполнитель для памперсов. Снег. Это похоже на снег, ребята. Класс! Капец! Мне ужасно понравилось. Я хочу еще раз повторить это. Давайте еще положим вот этих вот кубических и шариков всего-всего побольше. Так-с! И еще раз! Вау! Вот это бомба! Капец! Капец! Я измолол их просто на труху. Кстати, послушайте, какой приятный звук. Как будто переливается вода. Вот такое, ребята, получилось видео. Мне лично очень понравилось уничтожать эти огромные орбизы. Ну, а те, что остались, я отдам своей дочке Насте. Она их очень любит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»